Мы стоим в сотне километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше, а лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах. Что приуныли? Мы сейчас на развилке. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад, налево или направо. Да, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава Ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть, как это не окончено? Не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение – не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план ЩИП – сеть станций радиоподавления, покрывающие территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навретли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артем с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «Расскажешь – сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Есть мысль, но... Артем, чем молча глазами сверкать? Проверь лучший эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Ах, понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилки, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и убрали из Москвы. Ах, тупый трибунал мне нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Что еще за командование? Внимание, внимание. Ну-ка, ну-ка, а это что? Всем, кто слышит это сообщение. Всем, кто в правильном порядке присягнет. Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811-79. Ну-ка. Код 1811-79. Повторяйте, где-то в нем летят. Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811-79. Ага, горы Матар. Ясно. Максрут вырисовывается примерно такой. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект Ковчег — это целый подземный город. Огромные запасы техника. Лучшие специалисты. Это ставка верховного главнокомандующего. Там все руководство страны. И они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива. Что все было не напрасно. И все изменится. Все, вы понимаете это. Начинается новая жизнь для всех выживших. А с женщинами там, кстати, как ситуация. А вы? Ну раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? Это я мигом. Это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Пиздец. Еще лучше. Да ну. А как насчет Авроры? Богиня Утренней Зари и Крессер... Ну, сами знаете чего. Другое дело. Хе-хе, неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но Крессер чего? А, потом расскажу. Значит, решено. Хе-хе. Тогда Завру. Завру. Артем, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ермак полный вперед. Есть. Бойду я кешу. Светлый воздухом, что ли. Маршрут. Сколько же нам туда ехать? Как ты, Леша? О, Харечка. Сдал от Амора стрелу в сердце, а получил от днепритого мужика пулю, но мимо. Хе-хе. Ты точно в порядке. Я ведь тебя знаю. Точно. А шрамы только украшают мужчину. Во, а там впереди барыши небось ого-го сколько. Куда мне много-то? Тут важно не числом, а умением. Артем, слушай, сходи хоть воздухом подыши. Без противогаза. Ты же всегда об этом мечтал. Андрей Иванович. Что, Моисей наш? Чуешь, какой воздух без намордника сладкий? Или не сладкий? Сколько у него оттенков, вкус это всякий. Странные чувства, да? Помню, как ты нам рассказывал, что на Станкинской башне противогаз снял. Когда по темным ракетами шедерах. Когда воздух, небось, горчил? Ну, как знать, Артем. Если б ты тогда ракеты не пустил, то и на башню бы не полез. И сигнал тот по радио тоже не услышал. Жизнь, знаешь, странная вещь. Одна случайность, другой скована, как звенья цепи. И ты тащишь эту цепь из темного колодца. Звенья появляются по одному из темной воды. А что дальше в ведре? Чего в конце придется испить? Вот она загадка. Я вот часто, как выбор какой, долго думаю. У каждого поступка будет последствия. И бросить цепь нельзя. И хлебать из ведра придется до дна. Вот и каково, но чувствовать себя Моисеем за цепь потянувшим. Ладно. Глупо человеку всю жизнь чужие приказы исполнявшему. О таком думать, да? Ну так на то я и идиот. А вот что будет на конце твоей цепи, все же интересно. Слушай, если радиации нет, получается, мы теперь всех из Москвы вывезти можем? А не важно, какая радиация, товарищ американец. Жителям Москвы придется остаться в Москве. Почему в самом деле? Совсем мало отъехали, а радиации нет. Это у вас в Америке может так все просто. Ах, было. А у нас тут все всегда очень сложно. С утра мы герои метро, а к вечеру уже вредители и шпионы. И это еще до того, как поезд их под откос отправили. А все почему? Потому что теперь мы знаем кое-что, чего раньше не знали. То, что считали правдой, оказалось ложью. И только за это нас готовят ногтю всех. Ну и что? Ну вот начальство Ганзы, наверное, знало, что тут можно жить. Но люди простые ведь не знали. Мы скажем им, кто тогда захочет остаться в метро. Скажем? Да если они ради своей правды баб с детишками через мясорубку проворачивают, то уж тебя-то, дядя, самый подавно схорчат. Вернуться никак. По радио тоже. На то глушилки и стоят. Ну или так. Прорвался ты, Рэмбо, такой в метро. Донес до них истину. Все тебе, конечно, сразу поверили и говорят, окей, Моисей, валим из этого странного Египта. Ты представляешь, сколько людей из-за этого погибло? Представь себе население средней станции. Даже если Ганза стрелять не станет. Куда они дойдут? До первого гнезда на Сочее. Это мы тут фигачим на Восточном Экспрессе в рассветное солнце. А там будет другая картина. А если организовать эвакуацию? Кто это сделает? Ганзейцы? Которые нас 20 лет в катакомбах продержали? Или мы с тобой? А ведь надо не просто из Москвы вылезти, а и привезти куда-то. Где-то поселить, чем-то кормить. Не, Брад. Я тебя понимаю, но тут все явно сложнее, чем кажется на первой. Просто воздух чистый. Дышать можно. Я обрадовался. Теперь-то что вышло? Полковник знал, все получается. Но ему по званию как-то положено. Он же с Ганной договаривался. Куда бы без них после Д-6. Кто нам оружие дал, кто личный состав докуплектовал. А нам с тобой брать не положено. Наше дело маленькое. Думать о хорошем. И не давать дуракам метро друг друга и следить. Кто, блин, если не мы? Неприятный человек, Диона. Слышь, Павел. Слушай, Дарья, я думаю, а как далеко мы уедем? А я знаю, противорезы не нужны и дорога через всю страну. Красота, есть не хочу. Но он дарим анталу, тысячует 2 километра в кровь. Нет, я не про это. Горючее у нас на сколько хватит? Сколько эта машина пропрыгает? А, он утрет, конечно, будет здорово, знаете, дай. Но это лукорь, его на каждой станции должно быть запасено. А если не найдешь, то и на дровах можно. Чего погрустнел, Дамер? Да я, дурак, фильтров как раз накупил. Мог за те же патроны сухая на полгода взять. Или химзу ловую. Еще и пер их на горбу. Капрал с соловьем разливался, мол, бери, запас, карман не тянет. Ты еще на сдачу книжку мне всутил. Цитаты председателя... А че за писатель такой, кстати? Мау! Ну вот, я как дебил с книжкой этой дурацкой дефильтрами и поехал. А то там как раз патроны заводские пригодились бы. Мало ли кого встретят. Ну вот зря ты так про книги. Как минимум, то полезные мысли на все случаи жизни. В особенности по части войны с империализмом. Вдруг с ними драться по дороге придется. Хотя пока чуть другая трафика не приключилась. Точно. Аня не на шутку разозлелась. Хотя, может и зря. Полковник тоже вроде не все понимает. Как, по-твоему, кто прав? Тот, кто не ошибается. А кто не ошибается? Кто никогда ничего не делает и не говорит по ним. Да я не отлом. Сейчас кто прав? Все правы, брат. И все ошибаются. Ничего я спрашивал. Я не огорчаюсь, если люди меня не понимают. Огорчаюсь, если и я не понимаю людей. нет. Они меня чек заманили. Наперед, что, мол, опыт мой поможет жизни весь рост, берите. Проветя станции, последовательные дни из-за миграции монстров, рассказывали. Ну, я не верю, он подбился. Правильнее желаю. Ну что, Артем, кажется, ты перед полковником цель поставил, хоть и ненароком. Мы все помним, как ты в дыше издрался. Так что не важно, что впереди, поддержим, не сомневайся. А, я вот тут инвентаризацию затеял. Деснота ведь. Нет, тут вроде и снова что-то сообразить духа. Чтобы инструмент какой найдется, тоже тут пристроить. Будет все под рукой. А то закатится какая пружинка, ищи ее потом. Так что оружие разбирать, собирать, смазать, слеять будем. Чтобы под рукой никто не подбивал, но ведь... Артем, привет. Могли бы, между прочим, и наверх позвать за Аврору выпить, раз уж Вильзевула бы его не приняли. Ты, кстати, подменить меня пришел? Или так, размяться? Вот, говорят, механический труд успокаивает. Не врут. Вообще-то... Эдакое умиротворение, понимаешь? Идиот, говорит, динамическая медитация. Философ. Вот пришел бы, да помедитировал тут. Ну, давай. А то я, честно говоря, уже упарился. А то хорошо в этой работе как-то забываешь. Что зима на улице? А если бы еще потом все тело не ломило, вообще курорт был бы, честное слово. Все? Ладно, давай дальше я. По очереди, правда, придется. Да ничего, разберемся. Так что, пару месяцев назад одни людей разорвали. Друзья, потом охрана их вылила, а вернулась уже в пяти. Подвезли, говорят, до станции дальней. А станция-то там с войны еще завалена. А потом я один как-то возвращался, поработал остановил и... как воздухом подышал. Красота, скажи. А я тут у Андрея Ивановича думала узнать, что у нас дальше ждет. Простите, что прервала. Да ну что ты, Аня? Мне тут и до рассказать-то всего ничего осталось. В общем, они скоро поняли, что видел я котлован. И давайте про шпионов по ушам ездить. И вы поверили? Ну как? Сначала показалось, проще будет поверить, а потом сорвался. Тогда особист мне прямо и говорит, расскажешь, кому умрут все, кто слышал. Если надо, и всю станцию на тот свет отправим. Так вот и ездил с тех пор, стараясь в ту сторону не смотреть. А когда вы появились, и Артем потом, я понял. Все, теперь я не один. Ну как такое в себе держать? Теперь понимаю, почему вы тогда нам помогли. Спасибо. Да чего уж тут. Дай бог выйдет из этого что-то пункное теперь. Да. А вам за город паровозы приходилось водить? Нет, дочка, не приходилось. Я ведь машинистом метропоезда был. Служил на кольцевой. Да, мутерное дело. По кругу и по кругу, по кругу и по кругу. А там что ехать-то? Раньше всю кольцевую проехать меньше часа. Вот я и думал, хорошо бы был из метро уволиться на железную дорогу. Не как крыса в лаверике тыркаться, а по всей России матушке. Жена против была. Эти двое. Я как с ней не заведу про железную дорогу, про мечту свою. Она потом месяц со мной не спит. Протестует. Да. А Москву как накрыла Татьяна моя с Сашенькой-младшкой тоже. Я был на службе, Иришка сдала меня в метро. С курсов возвращалась. Так мы вдвоем и выжили. Но в конце концов я и ее потерял. Туберкулез. Ах, такие дела. Вот я машину веду, а сам с Татьяной моей разговариваю. Что, Таня, все-таки не удержала ты меня. Вот он я. На расстоящей железной дороге. Машинистом. Эх, да не лучше, а. Прости, что-то я расчувствовался. Ну что вы. Это вы меня простите. И спасибо, что рассказали. Артем, а там по радио музыки какой нету? Да какая сейчас музыка? Ну а вдруг? Пожаришь там по эфиру. Артем, на то слово. Ну вот, я же говорил, а ты какая сейчас музыка? Ха-ха-ха. Точно, музыка. А-а-а. Я остыл в земле, как полная довольная луна, голная дорога, да и тупик моя. За мной за видали города, купленные черты и города. Камень, я не люблю, но я не люблю. А-а-а. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но у меня самого, у меня, допуска не было. Это государственная тайна, яснители? Мне только после нашей обороны Д-6 допуск дали. Сказали, будешь наших обучать, потому что война продолжается. Что думаешь, я сам не отменял? За что тогда наши парни в Д-6 полегли, а? Ноги свои за что я отдал? Но я понял. Потому что война, потому что секретность. И парни наши бы поняли. И ты пойми. Что, неужели ты не разболтал бы всем и каждому в метро? Ты ж бляха, Прометей. Тебе людей наверх из пещер. Надо вывести непремя. Романтик ты хренов. Думаешь, ты бы кого-нибудь спас? Что мы с глушилкой натворили? Сейчас, может, Москву раскрыли из-за вас. Сейчас, может, ракеты на подлете. В общем, чтобы они там про меня не думали, я не дезертир, и им никогда не буду, ясно? Если надо, я готов ответить за все. Но если есть хоть малейший шанс получить прощение, я его заработаю. И значит, нам, как споткнувшемуся бегуну, просто чтобы не упасть, надо бежать еще скорее. И не дай бог тебе еще раз поставить нам всем под ножку. Понял? Надеюсь, что так. Ну, теперь нам хоть ясно, куда бежать. Так что можешь вернуться в руку и взглянуть на карту. Примерный маршрут уже ясно. Продолжение следует...